Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Замыкаем мы с вами пять полноценных торговых сессий, очередной рубеж, дистанцию. Рассчитывали сразу изначально то, что статистики у нас будет немного, в прямом смысле ее практически не было. Но, как оказалось, неделька даже без макроэкономических данных на фоне риторики, конференции, выступление ответственных представителей за отдельные регуляторы может создать на рынке достаточно волатильности. И эта неделя, безусловно, является одной из самых лучших с начала этого года, поскольку в рамках первых трех торговых сессий, если, опять же, не говорить про то, что у нас наблюдалось недели, двумя неделями ранее, когда формировались те тренды, о которых мы говорим сейчас, На этой неделе многие активы порадовали нас не просто тем, что они двигались в том направлении, которое мы определили, а достигли наших с вами долгосрочных целей, чего стоит одна только нефть. Выстрадали мы с вами этот уровень 45 долларов за пару, друзья, Поэтому, прям с тестирования, анонса того, что очередная торговая сессия оказалась сессией в красной зоне, закрытие с понижением и, соответственно, пробой поддержки в 45 долларов за баррель. Мы уже изо дня в день с вами по нефти переписываем и, я бы даже сказал, констатируем минимальные значения, там минимум за несколько месяцев, за 6, за 7, за 8, вот по нарастающей. Собственно, на основании тех уровней, которые мы с вами видели вчера, КЛОС 44,76, сейчас актив находится на отминке 44,78. Это минимальное значение за последние 10 месяцев. Нефть с начала месяца потеряла уже больше 20%, Если в целом говорить то, что мы с вами июнем закрываем первое полугодие 2017 года, можно сказать то, что первое полугодие этого года стало самым неудачным для всего рынка черного золота с 1997 года. Вот такие вот интересные исторические параллели, которые явно нам доказывают то, что мы имеем дело не просто с реакцией на фундамент, который разочаровал, не просто реакция на несколько отчетов, которые усилили скепсис и добавили интереса к продажным сделкам. Мы с вами наблюдаем развитие точно самого настоящего полноценного тренда, который, на мой взгляд, еще набирает силу. Если обратить внимание, опять же, на вчерашние торги и, опять же, подытожить, с чем была связана такая динамика, ну, друзья, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что в целом новостная картина не изменилась, не грамма. Если, опять же, констатировать те релизы, которые были у нас, мы следили с вами за запасами нефти от США, за запасами нефтепродуктов, за запасами бензина, дистиллятов, за объемом добычи нефти в штатах. Это тот блок статистики, который нам доступен для анализа каждую среду, поскольку в этот день администрация аналитической информации, собственно, публикует все эти цифры. Так вот, именно указанный правительственный отчет вчера и стал еще одной причиной повышенной активности в плане продаж и очередного вот этого агрессивного витка распродажа. Теперь, разбирая поглубже, опять же, эти отчеты, запасы нефти снизились на минусы 2,5 миллиона баррелей, запасы бензина тоже снизились на незначительную цифру, которая не прикрывает прошлого запаса в прошлой неделе. Запасы дистиллятов выросли, и трейдеры не могли не обратить внимания на то, что очень резко прибавились объемы по производству нефти, сланцевой нефти. Плюс 20 тысяч за короткую неделю. И мы снова вернулись с вами к тренду увеличения нефтедобычи, хотя этот тренд и не думал меняться, мы с вами прогнозировали. Даже если мы сейчас скажем, что ситуация не изменится через месяц, я думаю, что будем правы, потому что с такой динамикой роста числа нефтяных терминалов, 23-я неделя, скорее всего, это уже будет, рост числа сланцевых боровых, позволяет нам рассчитывать на то, что будут сохранены очень высокие показатели по нефтепроизводству. Хотя, в целом, если обратиться не только к тем котировкам, которыми мы закрыли торговую сессию, а проанализировать динамику внутри дня, были и всплески интереса, оптимизма к этому активу. Они были связаны с тем, что появились сообщения со ссылкой на Reuters о том, что, видя, насколько затяжным является текущий пикет для оцен на черное золото, ближний восточный картель выступил с инициативой созвать неочередное заседание. Тут же выступилось много регионов, в частности, России, потому что еще не подходящее время, и, наверное, ничего страшного еще не произошло. Рынок действительно остается влатильным, но он также может и восстановиться. Пока подтверждения того, что эта встреча пройдет раньше, чем прогнозировалось ранее, нет. Снова трейдеры обратили внимание на актуальные цифры по исполнению квоты обязательств, взятых в соответствии с сделкой ОПЕК и обязательств, действующих не только для представителей ближневосточного картеля, но и для других регионов, которые присоединились к сделке по ограничению производства на 1,8 миллиона. На текущий момент, друзья, актуальные цифры позволяют говорить, что страны ОПЕК соблюдают обязательства не просто на 100%, они даже переуполняют. Вот есть сейчас регулируют цифры в средствах массовой информации, что речь может идти об исполнении обязательств на 108%, другие регионы на 100%. И почему-то, когда вот эти новости, вот эти сообщения появлялись на рынке, знаете, в них чувствовался прям посыл того, что это позитивные данные, на них нужно соответствующим образом отреагировать, то есть развернуться по нефти и хотя бы поднять на несколько процентов выше, чем текущее значение. Ну, лично я в этих значениях, в этих цифрах никакого позитива не увидел. Я увидел еще больше негатива, потому что раньше мы могли еще руководствоваться с идеей того, что сделку ОПЕК продлили до марта 2018 года на 9 месяцев. Сейчас регионы присоединяются, собственно, к этому соглашению, соответственно, действуют в рамках договоренностей, стараются по максимуму соответствовать квотам, сокращают производство, но пока еще мы не говорим о 100%. То есть как только по прошествии квартала или двух действительно все разгонятся в этом плане и соблюдение условий этой сделки, уровень исполнения будет находиться на отметке в 100%, вот тогда рынку удастся вздохнуть, и, соответственно, котировки может быть обретут какой-то стимул для восстановления. Но поскольку мы уже на таких ранних этапах говорим с вами про то, что условия выполняются на 100%, значит, мы можем сделать только один простой, на мой взгляд, очевидный вывод. Эта сделка вообще не работает. И если уж при текущем исполнении и при текущих ценах, которые мы видим на рынке, ситуация только усугубляется, значит, можно сказать, что быкам, покупателям в прямом смысле рассчитывать не на что, друзья. Мы и дальше будем действовать в рамках нисходящего канала не потому, что нам хочется так, не потому, что мы сами встали в короткую позицию и хотим в связи с этим видеть более низкие цены на них, а потому что того требует текущая фундаментальная специфика, реальность, которая не позволяет быкам, покупателям этого инструмента, хоть за что зацепиться, чтобы, соответственно, прокатиться повыше. Не забывайте про прогнозы Международного энергетического агентства. Я напоминаю то, что в соответствии с последней оценкой, даже 2018 год вряд ли станет переломным, потому что с учетом ожидаемых высоких объемов спроса, который может даже превысить 100 миллионов баррелей в сутки, рост предложения будет только усиливаться. И если у кого-то был еще такой скептический настрой, ну как можно оценить ситуацию по росту предложения настолько, скажем, вперед, то последние цифры по объемам добычи в Ливии, в Нигерии, в Штатах, в планах по добыче, амбициозных планах, указывает на то, что прогноз Международного энергетического агентства, он базируется не на пустом мнении отдельно взятого человека, а на четком, завершенном подходе к тому, какой из регионов и сколько будет и сможет добывать в ближайшее время. Друзья, у нас была цель 45 долларов за баррель по бренду. Я поздравляю всех, кто прокатился на этом затяжном нисходящем ралли. Я поздравляю вас с хорошим профитом. Нормальный и логичный вопрос, как действовать дальше. Ну, здесь уже на собственный страх и риск. Если вы считаете то, что цены на нефть могут также полномерно начать двигаться в районе уже следующей поддержки, 40 долларов за баррель, тогда я разделяю в целом эту позицию. Я считаю то, что очень быстро выйти из нисходящего пике не удаться, по крайней мере, такой импульс, он должен быть остановлен. Но, скорее всего, остановят только его постепенно, не сразу. То есть мы можем коснуться и отметки в 43, в 42 доллара за баррель. Но те, кто не хочет все-таки рисковать и ждали, спали и видели, когда же все-таки нефть доберется до отметки в 45, чтобы покинуть этот актив. Ну, друзья, тогда рынок вам предоставил такую возможность. Теперь, если вы устали от нефтянки, можно, конечно же, ориентироваться на другие активы. Мое мнение и как буду торговать я? Я буду находиться в прежнем нисходящем канале и, надеюсь, смогу добраться до поддержки в 40 долларов за баррель. Хотя позицию я сократил уже практически вдвое. Российская валюта 60,09. Здесь тоже переуполнение наших планов. Мы знали то, что 60 – это вопрос времени, но я не думал, что такого ближайшего времени. 60,09 сейчас на премаркете. Через 20 минут стартует торги. У нас нефтянка и сегодня на азиатской сессии приседает. Поэтому, скорее всего, друзья, мы снова пойдем выше, уже в район 61. Ставим уже на возможность движения пары более высоким сопротивлением. Я думаю, то, что это 62. Вполне справедливое значение с учетом того, где находятся сейчас цены на нефте. Доллар японская иена. Котировки на текущий момент 111,09. Чуть ниже, чем мы наблюдали их днем ранее. Последние три торговые сессии. Нельзя сказать то, что это какие-то активные, агрессивные распродажи. Нет, доллар немного отдает позиции японскому конкуренту. Но это больше связано даже с тем, что у доллара пока нет стоящих фундаментальных триггеров, чтобы, опять же, получить возможность для более стремительного роста, для пробоя сопротивления 112, 112,5, на которые я рассчитываю, что эти уровни падут в ближайшие дни. У нас в понедельник было выступление Датли. Датли тоже является одним из таких непризнанных лидеров мнения. Позиция Датли очень тесно сопряжена с конечной оценкой того, что должно происходить в рамках монетарного кабинета всей федеральной резервной системы. То есть, когда мы слышим комментарий от Датли о том, что ставки на текущий момент повышения этих циклов соответствуют прежним планам, то, что экономика находится в хорошем состоянии, и дальнейший вектор будет таким же жестким, как и ранее, это позитивные моменты. Но вот когда мы слышим от министров финансов Стивена Мучина заявление о том, что у сильного доллара есть негативные аспекты, здесь, конечно же, уже настроение немного портится. Хорошо то, что рынок особо на эти комментарии внимания не обратил. Ну, были локальные распродажи, но это не обвал там на фигуру, полторы или две. Нет, потому что сейчас уже вряд ли что-то может, особенно в такой короткий промежуток времени после заседания ФРС, после озвученного решения о повышении процентной ставки, отвадить трейдеров от торговли, более жесткой монетарной политики, от дисконтирования, до политики в стоимости доллара. Поэтому американцы сейчас продают, если кто-то продает, то с опаской такой, потому что понимают, что доллар действительно может очень быстро вырасти и набрать приличную высоту. Я, как и раньше, призываю вас, друзья, не отказываться от длинных позиций, не обращать внимания на то, что сейчас мы снова тестируем поддержку в 111 иен против доллара. Держится отметка 110, это уже хороший знак. Не удалось даже по факту геополитических рисков, которые были у всех на слуху уверенно пробить эту планку и закрепиться ниже. Доллар быстренько вернулся назад, и это позволяет все-таки рассчитывать нам на то, что восходящее движение, хоть и в постепенном порядке, но будет продолжено. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Наш с вами как косрочный сценарий, потому что можно еще подкупить евро с целью 1.1350, как будто был услышан. Европейская валюта сопротивляется, но каких-то интересных событий я сейчас особо выделить не могу, потому что весь фундамент мы проанализировали с вами вдоль и подверг еще на прошлой неделе. Евро сейчас абсолютно неинтересный актив с точки зрения фундаментальных новостей. Евро смотрит на американца, проявляет инициативу, скажем так, особо интенсивное движение мы не видим. Но постепенное все-таки восстановление, оно прослеживается, уровень по европейской валюте 1.11-1.12 держится, такой неширокий диапазон проторговки хода. Я думаю, что нужно придерживаться наших прежних с вами расчетковых взглядов, то есть два сценария торговли для долгосрочных, это продажи, для долгосрочных пока что еще покупки. И от этой идеи тоже отказываться не советую. Самым интересным инструментом на этой неделе не то чтобы остается, скорее всего, так и будет до конца недели. Так, секундочку, надеюсь, четко сейчас все нормально, поведем. Это британская валюта. Мы начали, собственно, эту неделю с того, что знали, что фунт непременно будет резонировать еще от прошлого свидания банка, соответственно, Англии, от изменения в расстановке сил, в распределении голосов по поводу того, что должно происходить с монетарным курсом. И основным событием, на которое я ориентировал вас, было выступление господина Карни, который возглавляет британский регулятор. И, опять же, обращаясь к тем распродажам, которые мы наблюдали в начале недели, можно резюмировать то, что именно Карни стала причиной тех, опять же, продаж активных, которые пошли по фунту, поскольку Карни в довольно жестком ключе раз критиковал позицию тех представителей Банка Англии, которые считают, что сейчас нужно повышать процентную ставку. Карни отметил то, что это абсолютно недальновидное решение и представил, собственно, несколько факторов, причин, почему ставку не нужно повышать. Это, как вы помните, по-прежнему очень высокая инфляция, это снижение уровня располагаемого дохода, низкая потребительская активность и политические риски. И еще одним актуальным новостным фактором, негативным для фунта является рост или, по крайней мере, сохраняющаяся политическая неопределенность. Вот по прошествии нескольких недель вы помните то, что Великобритания по-прежнему находится в состоянии подвешенного парламента. Нам обещали то, что консерваторы очень быстро найдут общий язык с другими партиями, не получившими большинство, но ни о каком коалиционном правительстве пока речи не идет. Много камней преткновения, моментов, которые не удается согласовать и не удается достигнуть общего знаменателя. Это негативный момент, про который вы тоже не должны, друзья, забывать. Но вот то, что произошло вчера, это, опять же, осталось следствием на комментарии руководства Банка Англии. В частности, вчера в центре внимания трейдеров было выступление министра финансов, собственно, Англии, Олдинга, который снова опозначил то, что повышение процентной ставки это не такая уж и безнадежная тема. То, что повышение процентной ставки негативные последствия такого исхода снижаются по мере роста инфляции. И, в частности, он подкрепил свою позицию мнениями, которые мы уже где-то слышали. В частности, мы их слышали от представителя американского регулятора, когда начали этот год. И помним, большинство из них склонялось в пользу того, что ставки нужно повышать, потому что отсутствие и промедление на текущем этапе, на этапе высокой инфляции, вы помните, в Штатах мы тогда и говорили в конце этого года, в начале этого года, то, что индекс потребительских цен активно растет, может быть очреват и перегревом экономики. Если ставку не повысить сейчас, то потом ее придется повышать довольно-таки резко. Точно такие же формулировки вчера использовал их Полман. Отметим то, что лучше ставку повысить сейчас на 0,25 байсных пунктов, чем потом, по прошествии года, принимать решение о росте на 0,5%. Ну, я не знаю, друзья, насколько комментарии министра финансов могут быть определяющими для тех изменений, которые произойдет в монетарной политике. Ну, судя по тому, что трейдеров эта позиция заинтересовала, мы видели, как фунт вчера пытался реабилитироваться и практически выкупил все то нисходящее ралли, которое мы с вами отыгрывали днем ранее. Соответственно, сейчас, если смотреть на котировки, фунт доллар у нас торгуется на отметке 1,2668, и снова пара начинает терять. Может быть, опять же, комментарии о Карне оказались более стоящими, трейдеры переосмыслили новостной фон и осознали то, что Банк Англии так скоро не пойдет на ужесточение монетарной политики. Моя позиция склоняется к пользу того, что я абсолютно согласен с Карней, и я не сомневаюсь в том, что до середины 2018 года никаких решений по выходу из текущих мер стимулирования принято не будет. Поэтому, как и раньше, предлагаю вам ставить на то, что пара фунт доллар будет смещаться в район 1,25. Еще одним важным событием вчерашнего дня было решение Резервного банка Новой Зеландии. По процентной ставке ставку оставили на прежнем уровне в 1,75%. При этом в ходе сопротивленного заявления снова было обозначено много рисков, основное место из которых теперь занимает низкие значения базовой инфляции. В связи с чем политика экономических стимулов будет сохранена в течение более длительного периода времени, нежели планировать. Логичная реакция после таких комментариев это распродажа новозеландцев. Ну вот я не поленился, друзья, проанализировал, как реагировал новозеландский доллар на последнее сопротивление за предшествующие 6 месяцев. Новозеландец очень редко, логично реагировал на то, что мы слышали и ту позицию, которая была озвучена монетарными властями Новозеландии. Но редко логично реагировал в моменте. По прошествии там нескольких дней все-таки тренды обретали свое, наверное, свое правильное направление. В данном случае я считаю то, что новозеландский доллар должен быть гораздо слабее текущих значений. И даже несмотря на неправильную реакцию, которую мы увидели сегодня на азиатской сессии новозеландец выроса, мы можем оставить на коррекцию, которая будет усиливаться еще и нисходящей динамикой рядышком находящегося оппонента, в частности, австралийца, партнера Новозеландии. Австралиец вот у нас снижается, это в соответствии с нашими ожиданиями. 0,7551 сейчас, но все равно высокое значение. Мы хотим увидеть этот актив ниже 0,75 и помним то, что на прошлой неделе Резервный банк Австралии явно намекнул, что дорогая валюта им явно не нужна. И что касается еще канадца, друзья, наш с вами прогноз был направлен на то, что канадский доллар должен обратить внимание на снижение цен на нет, даже несмотря на жесткие комментарии заместителя управляющего банка Канады Каролины Вилсгин. Соответственно, сейчас, друзья, у нас есть возможность наблюдать, как USDCAD постепенно восстанавливается. Текущие котировки находятся на отметке 1,3319, при этом локальный хай был даже гораздо выше, 1,3350. В начале этой недели я позволил себе поставить недельный ориентир и замахнулся на то, что пара закрепится выше отметки 1,3350. Этот ориентир сохраняет свою актуальность. Стоит только цену на нет просесть еще сильнее, как пара USDCAD окажется выше. Тем более, у нас сегодня из отчетов 15,30 роничные продажи по Канаде. Если вас интересует эта статистика, можете посмотреть ее в экономическом календаре и заметить то, что в месячном эквиваленте ожидается спад показателя. Думаю, то, что если уж не нефть, то, по крайней мере, ожидаемая слабая статистика сможет оказать дополнительное давление на Канадце и позволить нам с текущих уровней 1,3319 оказаться выше планки 1,3350. Друзья, на этом, собственно, все. Из важных событий сегодня еще обращаю ваше внимание, что в 17.00 состоится выступление Паулса, это тоже представитель американского регулятора. Его позиция обычно очень схожа с позицией председателя американского регулятора Джанетта Елен. Поэтому, если мы сегодня получим еще один комментарий о будущей жесткой политике, доллар должен воспользоваться и, соответственно, показать более интересное уже восходящее движение. В 21.00 выступление Фобса, голосующего члена Банка Англии. Мне лично интересно, будет ли рынок реагировать на то, что он скажет, учитывая то, что теперь он уже не представитель, собственно, британского регулятора. Прошлое голосование было его последним. Но я уверен, что если он выслался в прошлый раз за то, что ставки нужно повышать, конечно же, попробует объяснить, с чем было связано его решение. И, может быть, кто-то из крупных игроков найдет в его комментариях какое-то зерно истины и предпосылки для слома в целом всей риторики британского регулятора. Если фунт на комментариях Фобса все-таки вырастет, это будет не совсем правильно, и в целом на эту динамику я особо полагаться не буду, потому что, как я уже отметил, медвежий взгляд и целая куча фундаментальных факторов, они все-таки оставляют нам возможность торговать и дальше через сел, сохраняют актуальность и позволяют ставить на прежнюю поддержку 1.25. Собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Как и всегда, вопросы, комментарии вы можете оставлять на форуме о маркетсе на канале на ютюбе. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok